МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжит новости 24 в студии Зухралиева. Здравствуйте. Я и мои коллеги расскажем о главных событиях к этому часу. Ремонт ценой в жизнь. В торговом центре Махачкалы в результате ЧП погиб один человек. Очередное преступное сообщество. Кто на этот раз попал в поле зрения силовиков, смотрите в выпуске. В торговом центре Махачкалы в результате ЧП погиб один человек. По информации МЧС Дагестана, на территории торгового центра Москва при проведении ремонтных работ в противопожарном подземном водоеме произошел хлопок лакокрасочных паров. В результате погиб маляр, который работал на месте. Личность погибшего устанавливается. Стоит отметить, что при высокой концентрации в закрытом помещении пары лака могут быть взрывоопасны. Всего к ликвидации последствий от главного управления МЧС по Дагестану было привлечено 22 человека и 6 единиц техники. Очередное преступное сообщество выявлено в Дагестане. На этот раз в поле зрения силовиков попали сотрудники Росреестра и кадастровой палаты. В отношении должностных лиц возбуждено уголовное дело о махинациях с землей. Им вменяют в вину причинение ущерба государству в размере более 370 миллионов рублей. Фигурантами дела стали экс-глава Росреестра Софиюла Магомедов, четверо его подчиненных, инженер кадастровой палаты Абдуллау Маханов, бывший заместитель мэра Махачкалы Герман Рагимханов, а также гражданин Ислам Исмаилов. По информации Следственного комитета Республики, члены сообщества с 2000 года незаконно продали более 30 земельных участков. Делали они это путем составления подложных постановлений от имени главы Махачкалы, поддельных выписок и других сопутствующих документов. Замглавврача 1-й городской клинической больницы Махачкалы ответит в суде за хищение свыше 238 миллионов рублей. По версии следствия, Османова вместе с главврачом медицинского учреждения Меджидом Алиевым и главным бухгалтером больницы при помощи подложной финансовой документации получила и похитила 238 миллионов 127 тысяч рублей из территориального фонда обязательного медицинского страхования по Дагестану. В соответствующее заключение по уголовному делу утверждено прокуратурой Дагестана и передано в Советский районный суд столицы. Напомним, Меджид Алиев также обвиняется в многомиллионных хищениях в сфере оказания медицинских услуг населению. В настоящее время он ожидает суда. Мэр Бахачкалы Салман Дадаев подверг резкой критике деятельность мук питомец в ходе инспектирования работы данного предприятия. На официальную страницу Салмана Дадаева в сети Инстаграм поступило огромное количество жалоб на увеличение поголовья собак. Питомец был создан в 2016 году и функция учреждения в ходе также работа по отлову безнадзорного крупного рогатого скота. Но в этом направлении МОП работу сейчас не ведет. На этом предприятии и на направлении по отлову диких животных нет у нас ни руководителя, ни хозяина. Вчера совершенно под другой новостью ко мне обращалось огромное количество жителей с этой проблемой. Я каждый раз смотрю сотки, единодиспетчерской службы, лишь бы там не попало, что какая-то собака выкусила там, конечно, ребенка. Градоначальник остался недоволен проводимой работой. Так, большая территория питомца не ограждена. На ней находится мусор и заброшенные строения. Мэр Махачкала отметил, что это процесс ради процесса и поручил подготовить предложение по изменению формата работы учреждения. 25 лет во благо ислама. Очередной вечер, посвященный газете «Ас-Салам», в этот раз прошел в Чародинском районе. Мероприятие в селении Цури посетили около тысячи человек. В их числе были глава района Мухедин Магомедов, представители Мустията и именитые спортсмены. Для гостей была подготовлена насыщенная программа чтения Корана, исполнения мавлидов и выступления богословов. Они в основном говорили об истории становления и развития, а также о значимости этого духовно-просветительского издания. Напомню, что первый номер «Ас-Салам» вышел в свет в 1994 году, на сегодня это самая читаемая газета в республике. Ее тираж составляет свыше 110 тысяч. Кульминацией вечера стал розыгрыш путевки на «Малый хаш» и ряда других ценных призов среди подписчиков издания, а также викторина. Завершилось мероприятие коллективным ифтаром в местной мечети. Я хочу пожелать процветания газеты. Я хочу пожелать подписчикам, чтобы было не 110 тысяч, а чтобы их было миллион 110 тысяч. И чтобы газета издавалась не только в Махачкале, чтобы она издавалась в столице Российской Федерации, в Москве, и чтобы она распространение получила по всему миру. В Дагестане будет проведена мусорная реформа. Об этом заявил на заседании регионального политического совета партия «Единая Россия». Собрание прошло под председательством спикера парламента Хизриших Саидова. Подробности у Хадижи Курбановой. Все члены партии на заседании и собрании можно считать открытым. На повестке дня несколько актуальных вопросов. В числе первых – реализация проекта «Чистая страна». В ВОРамках в республике было проведено свыше 200 экологических мероприятий. В дальнейшем будет сформирован Общественный совет по работе над экологическими проблемами республики. Также, по словам докладчика, специалистами будут обследованы родники и артскважины муниципалитетов и проведены лесовосстановительные работы. Не остался без внимания и вопрос о Махачкалинском Коре. Для обследования поселка Семендер выявили все факты, которые сбрасываются в Кор. Наши предложения вошли в бюджет города Махачкалы. То, что в начале года началось реализация именно отводного канала, от Кора, который будет переплатывать все стопки, которые идут в поселок Семендер, именно с верхней части, с северной части, это начало реализовываться. Мы все предложения внесли, как городское собрание и администрация города Махачкалы. «Чистая страна» – это проект, направленный на наиболее эффективное решение экологических проблем России. Оценку его реализации дал хизрийших Саидов. По его мнению, это очень важный проект, как для республики в целом, так и для каждого муниципалитета в частности. «Работы предостаточно. Даже вот в том же городе Буйнакске, о котором вы говорите, вот я заезжал туда несколько раз и говорил с главой муниципального образования. При въезде в город, там просто, можно это назвать как угодно, весь мусор на сконе этой горы, все коровы там пасутся, я не знаю, как этого вы не заметили. И, значит, вместо того, чтобы там посадить деревья, очистить это все, это же въезд в город, вот с правой стороны заезжаешь, тем более после поломки этого моста все ездят оттуда, в эти горные районы. Ну ничего не сделано. Вот основная задача вот этого проекта, она заключается в том, чтобы заставить работать соответствующие министерства и ведомства. Вообще надо научиться мало говорить, а больше делать. И тогда будет больше пользы. Много проводится субботников, много делается, но тем не менее работы очень много по всем направлениям. На заседании также было озвучено, что каждый партиец теперь будет закреплен за ходом строительства объектов республиканского, федерального и местного значения. Предложение позволит усилить общественный контроль за ходом реализации тех или иных программ. Представленный доклад поддержал спикер парламента. Вот два проекта мы должны заслушивать и принимать соответствующие решения. Кроме этого, в рабочем порядке, есть же у нас и другие формы работы. Там тоже необходимо рассматривать вот эти все проекты и знать, что происходит. А не в конце года бегать там, когда остается два месяца. Все представленные доклады с некоторыми доработками были поддержаны. В завершении мероприятия состоялось торжественное вручение партийных билетов новым членам Единой России. Хадижа Курбанова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. 15 лет сегодня исполнилось Дагестанскому гуманитарному институту. За это время его выпускниками стали многие известные сейчас ученые и богословы. С 2004 года в ВУЗе произошло немало изменений. Он расширялся и достигал высоких результатов по приоритетным направлениям. А два года назад получил государственную аккредитацию на преподавание светских предметов. Уникальность нашего ВУЗа именно в том, что мы реализуем инновационную модель обучения, которая интегрирует в себе религиозное и светское образование. То есть мы светский ВУЗ, но мы обучаем религии. И обучаем вне зависимости от того, какое направление. В честь юбилея ВУЗа в Доме дружбы Махачкалы было организовано торжественное мероприятие. На нем также побывал и муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди. От его лица с приветственным словом выступил Ахмат Кахаев. Он поблагодарил всех преподавателей ВУЗа и пожелал институту всего самого наилучшего. Перед этим институтом есть очень большая задача. В течение 15 лет мы сами очевидцы то, что они сделали. К чему они привели и какой безопасности и какой хорошей дороги много-многих людей они направили и подготовили специалистов. Сегодня ВУЗ готовит специалистов по самым разным направлениям. От теологии и экономики до журналистики и бизнес-информатики. Всего пару недель осталось до наступления летнего сезона. Какая погода будет радовать нас эти дни для многих долгожданные три месяца. Этот вопрос волнует каждого. Будет ли лето жарким узнавала моя коллега Зумруд Гамидова. Первый летний месяц редко бывает очень жарким. Этот год не станет исключением. Температура воздуха в июне, по прогнозам гидромедцентра, будет умеренной. Средняя температура достигнет 25 градусов. Пик самых жарких дней придётся на июль. Однако без аномалий. В целом лето ничем не будет отличаться от многолетней климатической нормы. Осадков за три летних месяца выпадет мало, зато температура будет повышаться до 40 градусов. Но это не говорит, что дождей не будет совсем. Умеренные осадки не доставят большого дискомфорта. Лето в этом году в Дагестане будет жарким. В период с середины июля до первой половины августа включительно. Температура зима будет опять в высшей норме. Быстро наступит и пляжный сезон. Купаться, по мнению синоптиков, можно уже сейчас. Что касается ветра, он прекратится уже завтра. До конца месяца в республике будет малооблачная и ясная погода. Обычно в Дагестане в весенние месяцы это основное ветреннее, чем в другое время. Оно, собственно, не подтверждается сейчас. Да, сегодня дует юго-восточный ветер до 17 метров в секунду. Но оно сегодня вечером затихнет. Завтра будет уже слабый ветер, где-то там 5-11 метров в секунду. В ближайшие дни в Махачкале ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем 22-24 градуса. Правда, к вечеру все равно будет немного холодать. Поэтому метеорологи советуют дагестанцам, отправляясь вечером на прогулку, не забывать брать с собой легкую куртку. Заврот Гамидова, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Это все новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин